Боже, я прошу о том, чтобы Ты благословил это Слово, которое будет перед нами. Благослови наши сердца, Господь. Пускай вся слава будет Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете присаживаться. Для меня сегодня большая честь делиться словом. И сегодня мы поговорим на актуальную тему. Поговорим о экзаменах и пересдачах. Так. Знаю, что выпускники школ уже ищут, подбирают себе институты, смотрят, какие вступные экзамены. У меня дочка недавно выпустилась, и это, знаете, мы вместе поступаем. А те студенты, которые учатся, у них сейчас жаркая пора, пора пересдач. Потому что те, кто не сдал в июне, пересдают в июле. И чтобы сдать экзамены, есть несколько методик. Сегодня проповедь будет достаточно интересная. И поделюсь некоторыми переживаниями, которые мне Бог открыл. Есть несколько методик для того, чтобы сдать экзамен. Некоторые зубрят, некоторые пишут шпоры. Но есть каста особо верующих студентов. Знаете, есть такие, которые верят, что он выучит один билет из 30 или 50. И именно вот этот билет, именно он попадется ему на экзамен. Такая, знаете, секта «Счастливый билет» называется. Особо смекалистые, кстати, которые из этой секты, и которые вытягивали другой билет, они, знаете, строят цепочку логическую. Таким образом, ну, цепочку ответа, чтобы все равно прийти к тому билету, что ты учил, и все равно по этому материалу рассказывать. Ну, помните, как это из неканонической притчи про студента, который выучил один билет про блох. И он знает все про блох. Ему попадается собака, вот строение собаки. Он берет и смотрит, отвечает преподавателю. Собака – это млекопитающая, у нее четыре лапы, у нее есть шесть. В шести вводятся блохи, и давай чесать про блох все. Вот. Профессор смотрит что-то не то. Говорит, давай бери другой билет. Берет другой билет, смотрит. Корова. Корова – это парнокопытная. Вот. У нее четыре копыта, хвост, у нее есть там, как ее там называется, не шесть, да, а там, а? Ворса, что-то. Вот. Но и там, по-моему, вводятся блоки. А блоки я вам сейчас расскажу, что это такое. И давай про блох. И профессор думает, надо что-то менять тему. Говорит, расскажи мне про рыб. О, профессор, про рыб я все знаю. Рыбы, они плавают в воде. И профессор уже успокоился. У них профессор чешуя. Профессор уже все, сидит, видит, что, ну, ну, если бы у них была шерсть, у них были бы блохи. И вот, вот примерно такая ситуация, знаете, и я тоже был из среды, знаете, вот, попал в среду этих вот верующих. Притом, я был настоящим верующим в этой секте. Потому что, ну, я-то знал, я-то в Бога верил, я знал, что сам Бог мне этот билет вот поможет, подскажет, и я ее вытяну. Знаете, меня спасло только одно. Только то, что у меня была членобольская категория, мне можно было пересдавать пять раз. То есть так студент обычно смертный сдает три раза, да, и три раза не сдал, и вычислили. У меня можно было пять. Я сдал, каюсь, физику на первом курсе с пятого раза. С пятого. Вот не делайте так, как я делал. Но я знал ее лучше всех. Мне пришлось выучить всю физику, понять ее, подружиться с профессором. То есть я знал ее досконально, чем моя группа. И знаете, есть две главные вещи, которые я заметил. Но сейчас внимание. Сейчас для студентов, для всех нас, потому что мы все по жизни сдаем какие-то экзамены жизненные. Есть две вещи, которые гарантируют, что ты сдашь экзамен. Первое. Это знать своего преподавателя. Его любимые темы. Его характер. Его слабости. Его, так сказать, почерк. На что реагирует его сердце. Знаете, у всех преподавателей есть какие-то свои любимые темы. Есть какие-то слабости. Есть какой-то свой почерк, что ли. И второй момент. Это понимать суть материала. Суть написанного. Ты можешь все не знать, но если ты суть понимаешь, как бы понимаешь главную мысль, то этого достаточно, чтобы сдать. Достаточно, чтобы преподаватель увидел, что ты что-то понимаешь. У меня в институте был такой один преподаватель с выраженной особенностью. Своим таким, знаете, почерком. Я технарь, но у нас был преподаватель философии. Уникальная личность. У него или два, или пять. То есть третьего не дано. Ты или знаешь, или не знаешь. И у него были две любимые темы. Или слабости. Это работы Эммануила Канта и латынь. И мы учились, и мы все учили работы Канта. И все учили какие-нибудь фразы на латыни. И неважно, какой-то билет вытянул. Неважно. Ты мог, ну, твой разговор мог начаться так. Да, ну вот такой умный мужик был Аристотель. Такие глубокие вещи говорил. Но знаете, ну вот Кант, Эммануил Кант, ведь был прав. Вот я с ним больше соглашусь. Ведь когда он сказал, что пространство и время – это своего рода такая форма интуиции, и все. И профессор плыл. И ты дальше там его чесал. А если ты что-то еще выучил из латыни, то это сразу его любимчик. У каждого была своя заготовка. У меня была такая, примерно. И вообще, Юрий Григорьевич, знаете, вот спасибо вам. Благодаря вашему предмету я понял, что настоящее богатство человека – это духовное богатство. Это его знание и его опыт. Вот не зря он сказал, что значит, что все свое ношу с собой, все свои знания, весь свой опыт, все всегда со мной. После чего Юрий Григорьевич с чувством гордости за свой предмет оборачивался и говорил, неодертальцы, внимание, перед вами Homo sapiens, человек разумный. Учитесь бездарей. Жаворонков осознал смысл своего бытия. Философия из Жаворонкова сделала человеком. Давай зачетку садись в пять. Понимаете? И сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми экзаменами, которыми мне пришлось в этом году пересдавать. Пересдавать. Которые я не сдал с первого раза. И первый экзамен, который я пересдавал, это экзамен на понимание, на знание своего преподавателя. На слабые места, на его почерк. Который я назвал, первый пункт моей проповеди, разобрать почерк. Знаете, есть наука, по-моему, графология называется. Она считает, что у каждого почерка есть, по нему можно определить характер человека. Понять. И нет одинаковых почерков вообще. Ни у кого. Они могут быть похожими, но одинаковых. Наклонно букв, какой-то закорючечки. То есть нет. У всех он индивидуальный. Поэтому у нас есть подписи. Поэтому у каждого из нас индивидуально это подписи. Это подпись. Говорят, что у всех творческих и гениальных людей почерк, знаете, такой неразборчивый. Как курица лапой говорят. Есть тут такие гениальные, творческие и так далее. В общем, не знаю, правду гулятори нет. Я не гениальный, я не творческий, но у меня тоже, скажу вам по секрету, почерк вот такой ужасный. И тут одно из двух. Или я исключение исправил? Или я притворяюсь, что я не творческий? Кстати, если это правда, то представьте себе, какой почерк у Бога. Ведь он бесконечно гениальный и бесконечно творческий. Возможно ли его почерк разобрать? Возможно ли его отыскать? И сегодня рассказать небольшой очерк из моей жизни. То, чем я хотел бы поделиться с вами. Слово Божие, Исайя, 65 глава, 1 стих. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу, не именовавшимся именем моим. Вот я, вот я, знаете, в каких случаях говорится? Когда тебя не замечают. Когда тебя не видят. Когда тебя не понимают. Не понимают, что это ты. Это то, с чем я столкнулся. И, возможно, вы тоже, когда началась война. Знаете, скажу вам честно, в первые дни войны я растерялся. Как муж, как отец, как служитель, как человек. Я помню, что было состояние, когда не знаешь, что делать. Вот не знаешь. Не знаешь, за что схватиться. С чего начать. Не знаешь, что сказать. Я уверен, что у вас были такие моменты, когда вы неделю просто держитесь за голову и не знаете, что дальше делать. Куда идти. И меня, знаете, все время мучил один вопрос. Боже, где ты? Боже, как мне увидеть, отыскать тебя среди всего этого, среди этого хаоса, среди этой депрессии, страха. Чего ты хочешь от меня? Что мне делать? Я никак не мог разглядеть и увидеть почерк Божий, пока к нам в храм не начали приходить люди. В первый день войны, 24 числа, одно из решений, которое церковь приняла, это то, что наш храм будет круглосуточно открыт. И днем, и ночью он будет открыт для людей. Здесь будет дежурный пастор. Здесь будет возможность прийти к человеку, просто помолиться. И здесь будет человек, пастор, служитель, который помолится за тебя. Мы не делали никаких объявлений, но мы знали, что люди придут. Мы знали, что люди придут в храм. Это был первый вечер, 24 февраля, ровно в 21.00. В храм пришло трое парней, трое полицейских. В бронежилеток и с автоматами. Они пришли и просто тихо попросили, пастор, просто помолитесь за нас. Помолитесь. Знаете, это что-то, это то, что произошло, оно перевернуло во мне все. Я внутри и одновременно и плакал, и был бесконечно горд за этих ребят. Я тогда молился за них, как за своих, если бы это были мои дети. Молился, чтобы Бог их защитил, молился, чтобы Бог был рядом с ними в любую минуту. Я видел, что эти ребята нуждаются в Боге, в Его защите больше, чем в бронежилете. Больше, чем в автомате, который был рядом с ним. Спустя два, три, может быть, дня к нам повалили люди. Кто-то приходил помолиться, кто-то просил хлеба, кто-то просил убежище. И я, будучи растерянным, искавшим Бога, искавшим Его голоса, пытавшимся как-то Его понять, где-то разглядеть, вдруг все увидел. Увидел Иисуса в этих парнях, готовых защищать свою страну, свою семью. Увидел Иисуса в ребенке, который пришел, чтобы найти свою маму или отца, или своих родителей, или просто найти какое-то убежище. Увидел в маме с грудничком, которая мечется и ищет какой-нибудь уголок, который уверен, что он ее защитит. Который старается почувствовать себя просто в безопасности. Я увидел в бабушке, которая просто просит хлеба, готовая тебе целовать руки за пачку муки. Дорогие мои, я видел столько Бога, как никогда. Столько слышал Его, как никогда не слышал. А потом, оглянувшись, я увидел Иисуса Христа в каждом волонтере. В братья и сестре, которые помогали людям. Знаете, кто-то молился за людей. Кто-то под обстрелами по подвалам бегал, искал, кричал, собирал, садил их в машины, привозил сюда. Кто-то готовил обеды, кто-то кормил, кто-то мешки с песком собирал, раскладывал. Кто-то разгружал фуры. Кто-то стелил постели, потом убирал, стирал их и снова стелил. Кто-то молился за людей, кто-то был рядом. Кто-то бегал по предприятиям, филиалам, каким-то там фондам, собирая по чуть-чуть, чтобы потом людям что-то дать. Послушайте, у нас были люди, которые, просто задача их была просто встретить, улыбнуться и обнять. Я их называл обнимашки. Люди-обнимашки. У нас был человек, который встречал любого, кто пришел к нам в храм, любого, кто пришел просто поесть. Любого, кого привезли из эвакуации, он просто его обнимал. Просто обнимал, говорил, что все будет хорошо. Ты в безопасности. Кто-то открыл свои границы. Кто-то открыл свою страну. Кто-то открыл свои дома, свои холодильники, чтобы принять людей, чтобы сокреть, накормить и помочь. И знаете что? В этот год, год доброго самарянина, который никто из нас не представлял, что он будет таким, правда? Я увидел, что там, где безразличие, там, где тебе все равно, Бога нет. Нету его там. А Бог есть там, где милосердие. Бог есть там, где тебе не все равно. Не все равно, что с братом. Не все равно, что с соседом. Что с церковью. Тебе не все равно, что с твоей землей, с Украиной. Там Бог. Пока в твоем сердце милосердие. Пока твоя рука и моя рука помогают ближнему. Пока твои ноги, пока твоя и моя нога здесь, на этой земле. То и Божья нога здесь, на этой земле. Божья рука здесь дающая. И Божье сердце здесь, в Украине. Потому что ты открыт. Потому что твое сердце открыто. Потому что ты увидел Бога. Знаете, в один момент неразборчивый почерк Бога для меня стал разборчив и понятен. И когда я услышал, увидел Бога, который ходит и кричит среди народа, вот я. Притом, так убедительно, так выразительно. Вот я. Увидел его в той бабушке, в том бойце, в той матери. Знаете, чего мне захотелось сделать? Мне захотелось ему в ответ сказать, Господь, а вот я. Вот я. Что мне сделать? Как тебе помочь? Что я могу сделать? Научи, покажи. Вот я. Послушай, оглянись вокруг. Возможно, у тебя этот экзамен тоже не сдан, как был у меня. Возможно, ты его пересдаешь. Возможно, Бог вокруг тебя тоже ходит, и ему больно. И ты видишь этих людей, которые нуждаются. Ты видишь в их глазах Иисуса Христа. Бог по-прежнему говорит, вот я, вот я. Ответь ему, ответь ему в ответ. Боже, покажи мне, как я могу тебе помочь. Боже, покажи мне твою боль. Боже, покажи, как я могу помочь этому брату или сестре. Знаете, мне больше всего нравилось, когда у нас очень много переселенцев к нам приходит за помощью. И многие из них, многие подходят и говорят, а как мы можем вам помочь? Мы хотим что-то делать для вас. Что-то сделать для церкви. Я говорю, дорогие, вы очень нам поможете, если оглянетесь вокруг и увидите людей, которые в чем-то нуждаются. Посмотрите, вон бабушка не может затащить коробку. Может быть, вот та семья нуждается в чем-то. Посмотрите, помогите друг другу. Вы этим сам очень сильно нам поможете. Война помогла мне понять, какой Бог. Понять, какое его сердце. Какая его любимая тема. Любимая тема Бога, знаете, его слабость, знаете, какая? Это ты и я. О человеке он может говорить годами. Для человека он приготовил массу всего. Массу благословений. Ты и я – главная его тема. Ты и я – главная его слабость. Он любит человека. Он все отдал за человека. И этот экзамен, который я сдавал, который я верю, что я пересдал, открылся мне по-другому. Я увидел второй экзамен, который стоит передо мной, который мне нужно задавать. Это понимание сути материала, то, о чем я говорил. Когда я понял, какой Бог, какой его почерк, увидел, какие любимые его темы, я понял, что нужно понять суть. Суть, о чем он говорит. И суть – это то, что золотой нитью через всю вечность Бог говорит о любви к человеку. И следующий пункт моей пробы так и говорит – экзамен на человечность. Тот экзамен, который я сдавал, это второй экзамен – экзамен на человечность. В Ио 7 главе, 17 стихе написаны следующие слова. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? И в Исаии 43 главе, 1 стихе написано. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал по имени твоему, ты мой». Не бойся. В Новом Завете Библия много говорит о том, что мы куплены дорогой ценой. И чтобы понять это, нужно задуматься над кое-чем. Давайте я вам еще один стих прочту, чтобы вы понимали масштаб того, насколько мы для Бога цены. Это написано в Псалме, в 146-м Псалме, с 4 по 5 стих. «Исчисляет количество звезд. Всех их называют именами их. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Исчисляет количество звезд. Чтобы понимать масштаб, нужно просто понять. В нашей галактике, в которой мы живем, который мы называем Млечный Путь, примерно до 300 миллиардов звезд, миллиардов, 300 миллиардов звезд, примерно, плюс-минус, в среднем. Во Вселенной, в видимой ее части для нас, вот то, что мы можем увидеть на сегодняшний день, находится примерно 300 миллиардов галактик. Галактик, в которых примерно 300 плюс-минус миллиардов звезд. То есть, грубо говоря, плюс-минус мы можем увидеть примерно 90 миллиардов триллионов звезд. Или 9 и 23 нуля потом. 9 и 23 нуля потом. И только Бог знает точное количество. Он контролирует их движения. Он их создатель. И каждую из них Он знает по имени. У каждой звезды есть имя. Для Бога важны даже звезды, послушайте. Для Бога важны эти гиганты. То тем более, каждый из нас для Него важен. Если Бог так обращается со звездами, то тем более, как Он будет обращаться со своими детьми. Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянными? Ну, может быть, одинокими. Было такое? Я, ну, нередкость, когда чувствую, что я, ну, я задаю все вопросы иногда, знаете. А нужен ли я кому-то? А значу ли я что-то? А буду ли я, ну, вот, как-то полезен? Я хочу прочитать для каждого из вас и для себя. Исайя 43.1, который мы читали. Не бойся. Ибо Я искупил тебя. Назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Всякий раз, когда вам будет грустно. Всякий раз, когда вы будете чувствовать чувство одиночества. Просто посмотрите на небо. Посмотрите на все звезды, которые перед вами. У каждой звезды есть имя. Каждая звезду Бог знает. Она ему дорога. Но эти все миллиарды, триллионов звезд не стоят тебя и меня. Потому что не за них умирал Иисус Христос. Потому что Он умирал за тебя. Он умирал за меня. За человека. Вот это любимая тема Бога. Ты очень ценен для Бога. Это то, что я ощутил и увидел во время войны. Как Бог любит человека. Всякого. Любого. От малого до великого. Всякого. Расскажу вам один пример. Я помню, это было март месяц. Знаете, разгар боевых действий здесь, в Киевской области. И у нас такой, знаете, нон-стоп эвакуация, гуманитарка, беженцы, продукты. Те приезжают, те уезжают. Очень много подвижняк. И каждый передвижняк – это блок посты. Очень много военных досмотры. И часто было так, что к нам почему-то именно по дачам, именно в Камитанский час приезжали люди. То есть или это была эвакуация, кого-то привозили, или это были автобусы с водителями, или это была какая-то гуманитарка. Я как сейчас помню, уже где-то в 12 часов ночи я уже готовлюсь ко сну, и мне тут начинает звонить телефон. Звонить телефон, и начинают там, в том конце, уважаемые люди Вишневого, при том разные уважаемые люди Вишневого, плюс вояки звонить и спрашивать, а не наш ли там брат едет из церкви спасения к нам сюда в церковь. А суть такова, простая. Едет там брат один на обычной машине, ни бус, ни фура, обычная машина, пол багажника, гуманитарки. И заезжают в Киевскую область, его останавливают, ложат лицом вниз, и кричат пароли, кричит поляница или что-нибудь, или мы тебя стреляем. А он на ряду диким криком, я свой, хлопцы, не стреляйте, поляница, я с церкви спасения. И меня начинают набирать, и знаете, спрашивать, там, 7-8 человек, в течение часа звонит, с одним таким вопросом. Чуете? По каждому блокпосту перевести. Какого-то нашли высокопоставленного человека. Он поднялся, 12 часов ночи, или там уже первый час ночи. Поехал сам встречать его. Взял того брата, провел через все блокпосты, без досмотра, перевез его в церковь. А я все это время был сильно раздражен и недоволен. Ведь такая мелочь. Пол багажника гуманитарки, не бус, не фура, а несколько килограмм каких-то продуктов, какой-то муки. И когда все уже закончилось, когда брата привезли, когда он разгрузил эти 10 килограмм муки, Бог меня облечил. Бог показал, что ему даже такая мелочь, как пачка муки, очень важна. Такая мелочь, как брат, который получил от Бога поручение «привези» очень важен. Если надо, Бог поднимет любых людей, на уши всех, депутатов, и каких-то уважаемых людей, мэра, чтобы спасти брата, чтобы привезти ту муки, потому что где-то его ребенок плачет, орет и просит того хлеба. Дорогие, каждый из нас очень важен для Бога. Вопрос к тебе и ко мне. А важен ли для нас Бог? Если Бог нами дорожит, то дорожим ли мы Богом? Готовы ли мы ради Него выделить время и днем, и ночью, чтобы кому-то помочь? Задействовать какие-то силы, какие-то связи для того, чтобы помочь Богу в Его деле спасти человека? Позволите мне исповедоваться перед Вами. Это мой последний экзамен, моя пересдача, которая здесь уже на сцене. В какой-то момент войны я стал очень черстым, очень жестким. Я, знаете, будто превратился в какой-то механизм. Война меня ожесточила, и я сконцентрировался на процессе, сконцентрировался на делах. Я, может быть, был таким, знаете, может быть, даже эффективным где-то механизмом, но потерял самое главное. Потерял человечность и милосердие. Потерял любовь к людям. Я так сосредоточился на процессе помощи людям, что забыл про людей. Для меня процесс стал важнее человека. И в какой-то момент Бог меня обличил. Когда Бог позволил мне увидеть боль людей, я увидел боль Божьего сердца. Я понял, что, да, помочь человеку — это важно, но намного важнее, намного важнее разделить его душевную боль. Намного важнее быть милосердным. Намного важнее, чтобы он поплакал тебе в плечо. Намного важнее проявить к нему человечность, доброту. Я безгранично был благодарен всем братьям и сестрам. Благодарен каждой бабушке, каждому переселенцу. Дорогие, вы изменили мое сердце. Вы поменяли мое отношение к человеку. Я видел, сколько Бог любит человека. Я видел, как Бог дрожит человеком. Для него намного важнее человек. И он любые ресурсы задействует для того, чтобы спасти тебя или меня. Возможно, ты сегодня, как и я, переслежишь эти экзамены. Возможно, тебе тоже нужно увидеть Бога. Тебе трудно понять его, раскрывать его почерк. Возможно, тебе хотелось бы получить ответы на эти вопросы. Оглянись вокруг. Посмотри на людей, которые вокруг тебя. Мы сегодня пели песню «Одной капли крови святой достаточно». Мы часто говорим, что это кровь – благословение для нас. И она омывает нас. Но прежде чем стать благословением, в этой крови боль. В этой крови боль. Это кровь Христа, который был распят на кресте, который испытывал жуткую боль за тебя и за меня. И да, этой крови достаточно для того, чтобы тебя искупить. Для того, чтобы поменять твое сердце. И когда Бог позволил мне увидеть, что эта же боль у этих людей, которые рядом, эта же боль у людей, которые страдают, которым нужно понять, почему это все происходит, которых нужно просто обнять, которым нужно просто помочь, просто вместе поплакать, просто сказать, что все будет хорошо. В этих людях боль и твое благословение. Это изменит тебя. Оглянись. Посмотри. Бог рядом. Он говорит, вот я. Вот я. Готов ли ты ответить Ему? И сказать, Господь, а вот я. Вот я. Я не знаю, что я могу помочь, что я могу сделать. Я не приспособлен. У меня нет опыта. Дорогие, у меня нет опыта помогать людям. Но война научила. Война научила. Мы в одной стране, в одном доме, в одной церкви, одна земля. Нам некуда деваться. И с нами Бог. С нами Бог. До тех пор, пока мы открыты друг к другу. Давайте мы поднимемся. Господь, я прошу и молю Тебя сейчас о том, чтобы Ты коснулся каждого из нас. Боже, помоги нам пересдать эти экзамены, которые, Господь, мы сдаем в нашей жизни. Экзамены на то, чтобы понять Тебя, Господь. Увидеть Твое сердце. Увидеть Твой почерк, Господь. Боже, и экзамен на милосердие, на человечность. Экзамен на доброту. Боже, помоги нам увидеть Тебя, ходящего среди нас, и кричащего, вот я, вот я. Боже, помоги нам заметить, увидеть Тебя, Господи, в этих людях. В этих нуждающихся, в этих детях, в этих бойцах, Господь. В этих матерях, в этих стариках. Боже, помоги нам. И помоги нам сказать, Боже, вот я, вот я. Я пойду, Господь. Я помогу. Боже, что я могу Тебе сделать? Как я могу Тебе помочь? Боже, покажи. Я уверен, что Бог вам покажет. Бог коснется вашего сердца. Сделайте это. Это маленькое. Но это маленькое огромное. Огромного стоит. Огромного для Бога. Для Бога это очень важно. Боже, мы славим и благодарим Тебя. Славим и превозносим, Господь, за Твою милость, за Твою любовь, Господь. За Твое милосердие. Боже, спасибо Тебе за Твое слово. За Твое отношение. За то, что все мы Твои дети, Господь. За то, что, Господь, Ты нас не бросил. Ты, Господь, с нами на этой земле. Твоя нога здесь. Твоя рука здесь, Господь. Твое сердце здесь. Боже, благослови нас, Твой народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь.